Продолжаем эфир. Я передаю слово моему коллеге Нургали Карабаеву. Нургали, о чем сегодня пенсия КИЗ? Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о том, где казахстанцы могут получить услуги ЕНПФ, помимо онлайн-вариантов и крупных городов республиканского значения. Чтобы охватить всех граждан, в едином накопительном пенсионном фонде позаботились об отдаленных и даже труднодоступных районах. Для этого были созданы специальные удаленные рабочие места, мобильные офисы и подключены к работе отделения Казпочты. На сегодняшний день у ЕНПФ 183 офиса обслуживания населения по всей республике, в том числе отделения, центры обслуживания, а также УРМ, то есть удаленные рабочие места. Это тоже отделение пенсионного фонда, только сотрудников здесь меньше и расположены такие офисы не в мегаполисах, а в отдаленных населенных пунктах. Здесь можно получить абсолютно все услуги, предоставляемые ЕНПФ, то есть внести изменения или дополнения в свои реквизиты, получить выписку со своего пенсионного счета, перевести деньги в доверительное управление и многое другое. Бахчан Абенов, житель города Иссык. Сегодня мужчина пришел получить выписку с пенсионного счета и заодно изменить способ информирования. Хотел получить пенсионное отчисление, выписку за последние 5 лет. Возможно ли это? И в будущем хотел получать всю данную в моей выписке через посредство интернета, через телефон. Добрый день, добро пожаловать в ЕНПФ, меня зовут Шанар. Да, конечно, вам необходимо предоставить удостоверение личности, я вам распечатаю выписку. Далее мы меняем способ информирования на интернет, после чего вы можете выписку или иные услуги получить в приложении ЕНПФ или же на сайте фонда. В любую точку обслуживания вкладчики ЕНПФ могут прийти лишь с удостоверением личности и получить ответы на все вопросы о пенсионной системе. Не стоит забывать, что мы живем во время пандемии и лучше в регионах с неблагоприятной эпид-обстановкой забронировать очередь можно онлайн на сайте фонда. В прошлом году было много сложностей, пандемия охватила весь мир и мы не могли обслуживать вкладчиков очно, только удаленно через электронные сервисы. Многие наши вкладчики все-таки предпочитают традиционный способ обслуживания. И когда мы только открылись после карантина, поток посетителей ЕНПФ значительно увеличился. Люди стали задавать множество вопросов как о ЕНПФ, так и о самой пенсионной системе. К нам часто приходят люди пожилого возраста и многие из них, к сожалению, не привыкли к аджетам. И в этом случае наша задача ответить на все вопросы, оказать нужные услуги. Частными посетителями являются и люди помоложе. Очень приятно, что вне зависимости от возраста мы часто слышим слова благодарности от вкладчиков и это служит главной мотивацией нашей работе. С учетом того, что наша страна огромная и открыть офис ЕНПФ в каждом населенном пункте нереально, фонди нашли удобные для всех решения. Мобильные офисы. Это микроавтобусы, оснащенные всем необходимым, в том числе и спутниковой связью. Какие услуги можно получить в передвижных отделениях ЕНПФ и как узнать об их маршруте, расскажет мой помощник Тенгитай. Спасибо, Нургали. Четвертый год как ЕНПФ запустил проект «Мобильный офис». На данный момент проект реализован в 13 областях Казахстана. За это время они успели обслужить более 140 тысяч вкладчиков, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Мобильный офис – это то же самое отделение, только на колесах. И это очень удобно. Недавно такой пункт обслуживания приехал в сельский округ Кауспека-Турспекова в Туркестанской области. Тенгитай, а как жители отдаленных районов могут узнать, когда к ним приедет мобильный офис? Хороший вопрос. Мобильные офисы выезжают в отдаленные населенные пункты по графику. О предстоящих мероприятиях по выездному обслуживанию населения ЕНПФ информирует местные организации, а также публикует данные в местных СМИ. Дополнительно информация о предстоящих выездах направляется в местные исполнительные органы, которые также оповещают население. Спасибо, Тенгитай. Кстати, для максимального охвата населения Казахстана своими услугами ЕНПФ также заключил договор искать с почтой, где вкладчики фонда получают определенные услуги. Например, если человеку в базе данных фонда нужно изменить реквизиты удостоверения личности, номер телефона, электронный и почтовый адрес, или получить доступ к услугам фонда в электронном формате, чтобы потом контролировать свой пенсионный счет через интернет. А в его местности нет отделения ЕНПФ, то он может спокойно обратиться в Казпочту с удостоверением личности. Таких отделений по стране более 300. Их список можно найти на сайте енпф.кз в разделе «Услуги». На этом у меня все. До новых встреч!